До присоединения к городу территория ущелья Алмарасан, река Большая Алматинка и Большое Алматинское озеро принадлежали области. Эти живописные окрестности – излюбленное место отдыха алматинцев. Все эти увеселительные заведения приносят солидный доход владельцам. Возможно, это обстоятельство и помогает обходить законные запреты. А посетители даже не знают, что эти милые кафе и рестораны существуют незаконно в водохранной зоне вдоль реки Большая Алматинка. Два месяца назад здесь сошел оползень. Он повредил линии электропередач и одно из придорожных кафе. Это произошло буквально в нескольких метрах от экологического поста. Только по счастливой случайности никто из находившихся поблизости не пострадал. А вот два года назад без жертв не обошлось. Тогда многотонный КАМАЗ наехал на бетонную остановку у ворот Виле-Латаусский парк. В результате ДТП погибли 10 человек и еще 6 пострадали. Тогда среди возможных причин трагедии назвали узкую дорогу, отсутствие ограждений и дорожных знаков. Каждый раз на ЧП выезжали городские службы, несмотря на то, что территория находилась под юрисдикцией области. Поэтому и возникла необходимость о присоединении этих земель к Алматы. Тут в основном идут дороги. Это строительство мечети на Веригиной горе. Большое Алмарасанское ущелье, включая Большое Алматинское озеро. Также строительство второй очереди аэропорта. И несколько моментов. Это строительство интеллектуальной школы. Это 7,8 гектара земли. Мы включаем состав территории города Алматы с территории Карасайского района. В основном это дороги, развязки. Работа по присоединению важных для города земель и участков проводилась целый год. И 12 мая текущего года была одобрена главой государства. Территория Алматинской области общей площадью 1330 гектаров отошла к городу. Это более 800 гектаров земель Карасайского района. Около 500 – Толгарского и почти 10 гектаров Ильского района. Эти участки будут использованы для строительства дорог, развязок, социально и стратегически важных объектов. Населенных пунктов эти изменения никак не коснутся. Если взять Большое Алматинское озеро и пойму реки Большой Алматинки, как я сказал, 707 гектар земли мы включаем, там расположено 67 землепользователей. И по ним однозначно мы будем проводить инвентаризацию и принимать, если есть нарушение земельного законодательства, водного законодательства, однозначно будут приниматься меры. К тому же на этих землях будет построен золой комплекс «Меркурград». южнее Толгарского тракта, рынок ЖТСУ, западнее Кульжинского тракта, развязка на проспекте Раимбека в микрорайоне Калкаман. В ближайших планах пробивка улиц Тулеби, Жандосова, проспекта Абая, выше улиц Аскарова в Карасайском районе.